Что касается мерсистемного анализа, который я легнул, как вы говорите, походя в Агитпропе, то да, это давно назревшая тема, которая достойна, конечно же, отдельного выпуска, а не того, чтобы точить лясы на стриме. Но это очень серьезный момент, потому что мерсистемным анализом увлечены у нас далеко не только простые числа, это очень популярная такая вот концепция, распространявшаяся в придворных университетских кругах. Это абсолютно антимарксистская платформа, я мягко, аккуратно раньше старался на это намекать, видимо, настало время сказать об этом всерьез. Главная ее идея, ну помимо того, что она в принципе антимарксистская, там отрицается формационный подход, классовая борьба там фактически исключена, капитализм существует 17 века как данность, в этом капитализме есть такая вот большая выпуклость в виде империалистического ядра, периферия, полупериферия. Почему так любит мерсистемный анализ, например, китайская и российская современная экономическая обласканная оппортунистская профессура? Потому что мерсистема не предлагает никаких решений, она как огня боится радикальных преобразований. Она, как Валерстайн, более увлечена какими-то такими культурологическими штуками. Ну, Валерстайн, например, говорил, что революция 68-го года, пражская весна, она гораздо значительнее изменила мир и гораздо больше имеет значение, нежели октябрьская революция 17-го года. И много-много-много чего. Почему они так удобны? Потому что они, по большому счету, обращаясь к буржуазии, что китайской, что к российской, что какой угодно другой, я вот записывал перед смертью последнее интервью в жизни, данное Самиром Амином, которого тут тоже некоторые любят поминать, египетским как бы марксистом. Вот, тоже мерсистемщик известный. Значит, он мне пытался убедить, что Ас-Сиси, диктатор египетский, строит в Египте социализм, потому что он большие деньги вкладывает в инфраструктурное развитие, в ирригацию там и так далее. Понимаете, какая штука? Это очень удобная доктрина, которая позволяет новым империалистическим государствам оправдывать то, что они делают с академической, с профессорской точки зрения, отсюда ассоциация с катедр социализма прошлого, с катедр социализма 19-го века. Оправдывать поведение свое тем, что они, будь то Россия, Китай, Египет или кто угодно другой, полупериферия, периферия. Иными словами, они были ограбляемы раньше. Они подвергались сами эксплуатации. И, соответственно, вроде бы не в такой степени. Это не говорится явно, иногда это выносится за скобки совсем. Но вроде бы не в такой степени представляют собой безусловное зло. Но это заслуживает, повторюсь, отдельного разговора. А вот сама тема государственного социализма, катедр социализма, я не просто так в ролике цитировал Маркса. Критика Готской программы. Актуальнейшая работа. Откройте ее обязательно, прочитайте, потому что вы можете подумать, что это просто такая-то казуистика какая-то, какая-то фигня, какой-то догматизм старинный марксистский. О чем Маркс пишет в Критике Готской программы? В Критике Готской программы Маркс обрушивается на мирсистемщиков прошлого, на социал-демократическую партию Германии, которая начала вдруг доказывать, что Бисмарк строит социализм. Ведь Германию-то все там эксплуатировали, еще и толканы собрать-то из разрозненных княжец к тому времени не успели. А вот у Бисмарка получилось. Катедр социализм, кафедральный социализм, который удобен, полезен, безобиден и без зуб. Вот о чем речь. И это на самом деле синоним оппортунизма. Ревизионизм, оппортунизм, все эти измы, все эти сложные для понимания термины на самом деле имеют прямое отношение к этому корню. Вот замечательная цитата из Энгельса, которую я хотел бы здесь привести, о том, что есть оппортунизм вообще. Это забвение великих коренных соображений из-за минутных интересов дня. Это погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учета дальнейших последствий. Это перенесение будущего движения в жертву настоящему. И происходит, может быть, из-за честных мотивов. Но это и есть оппортунизм и останется оппортунизмом. А честный оппортунизм, искренний оппортунизм, пожалуй, опаснее всех других. И еще из одной книги, посвященной, кстати, межсистемному анализу, любопытная статья, на которую я хотел бы... Любопытная цитата я сейчас найду. Вот. Для того, чтобы перейти на позиции рабочего класса, нужно немного. Просто публично засвидетельствовать это. Почти как в исламе, где для того, чтобы стать мусульманин, достаточно публично провозгласить формулу нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его. Но чтобы удержаться на позициях рабочего класса, нужны незаурядные усилия. В первую очередь, усилия мысли. Уж точно этому не помогут повторения каких-то магических формул. Но обычно мы имеем дело не с лучшими, а с худшими случаями, поскольку буржуазия давно научилась использовать себе на пользу таких благонамеренных социалистических дурачков. Заметив их, она старается всячески оградить их от заслуженного битья, предоставляет им трибуну в своих СМИ, в своих университетах и даже в парламентах, как лучшим и единственно возможным идейным и политическим представителям рабочего класса. И именно это, например, происходило в истории российской социал-демократии, когда у нас появились легальные марксисты. Вы помните, Струви и Туган-Барановский. И жесточайшая полемика между Лениным, который сошел с ума, зачем ты рушишь единое движение. Эти блестящие умы, они абсолютно солировали на клубной марксистской поляне Петербурга в тот момент Струви и Туган-Барановский. И они так разбирались в числах и цифрах. Но тем не менее, их главной идеей было сотрудничество. Госплан 2.0. Вот. И это вызвало ярость Ленина. И это была ярость объяснимая. В такой же степени объяснимая, в какой была объяснима ярость Маркса по отношению к социал-демократам Бисмарка. Ну, довольно об этом. Я лишь хочу повторить, что необходимо быть очень осторожными в том, что мы говорим и делаем. Потому что сегодня не просто у сказанного, не просто у опубликованного, но даже у того фона, на котором вы появляетесь или не появляетесь, есть смысловые коннотации. И то, как каждый из нас себя ведет, имеет очень большое значение. Заполняется некая такая своеобразная ведомость. Ну, она, кстати, заполняется и теми, кто обязан присматривать за нами и заполнять. И это тоже необходимо учитывать, понимая, откуда берутся разнообразные проповедницы, проповедницы и проповедники государственных планов 2.0, и зачем они внедряются в чахлое, робкое, несуществующее практически левое движение.